Возможность перехода Чувашии на второй этап снятия ограничений, работа муниципальных мобильных групп, сохранение масочного режима – основные темы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Чувашии. Юлия Важенина подробнее. Ситуация еще считается сложной, но тем не менее показатели наши позволяют говорить о переходе на второй этап. Это главная новость заседания Оперштаба. По статистике, за последние две недели среднесуточный показатель темпа прироста заболевших COVID-19 не превышает единицу. Процент коечного фонда равен 101,9, для перехода на второй этап достаточно 50%. Также необходимо охватить тестированием 90% из 100 тысяч населения. У нас этот показатель в норме. Продолжает функционировать обсерватор. На сегодня находится там 14 человек. Продолжается работа по оснащению медицинских организаций непосредственно медицинской работе средствами дуанной защиты. Только вчера в республику поступило еще 29 аппаратов ИВЛ. На днях оборудование должны ввести в эксплуатацию. Сейчас Чувашия занимает 10-е место среди субъектов ПФО по уровню заболеваемости коронавирусом. Ситуация сложнее в Мариэл, Мордовии, Ульяновской и Нижегородской областях. Всего же в республике в 14 муниципальных образований показатель превышает среднереспубликанский. Наибольшее количество инфицированных в возрастной группе 50-59 лет. Ядринский район стабильно находится в красной зоне. 20 мобильных групп проверяют соблюдение ограничительных мер в районе. Они проинспектировали более 550 объектов. Не выявлено ни одного нарушения. То есть мы понимаем, что это опять по-прежнему ситуация, что мобильные группы и результаты проверок, они все-таки существуют на бумаге. И я обращаю внимание, что Ядринский район стабильно находится в красной зоне. Но для примера хочу положительно привести в Мариэл. Вот у них работает 17 групп. Вот они, например, проверили на этой неделе 47 торговых объектов, 4 нарушения. У них самый высокий процент выявления нарушений в результате плановой работы. Подняли вопрос об открытии санаториев с медицинской лицензией, но исключительно для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а также имеющих сопутствующие неинфекционные заболевания. В республике по-прежнему действует масочный режим, его никто не отменял. Поэтому при посещении магазинов, общепита и в местах массового нахождения людей надо носить маски. Это правило не изменится и с переходом на второй этап снятия ограничений. Направлено письмо в Роспотребнадзор для получения разрешения на переход ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения. При получении согласия Роспотребнадзора нами будет внесено предложение в адрес при углу главы Чувашской республики. Если республика все же перейдет на второй этап снятия ограничений, то заработают магазины площадью до 800 квадратных метров, но только с отдельным уличным входом для посетителей. При этом одновременно в помещении смогут находиться ограниченное количество лиц. Из расчета один человек на 4 квадратных метра. Это с учетом сотрудников.